Реклама 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 Потому что у нас очень плохая обстановка экологическая в регионе, поэтому я считаю, что это важно. Будете теперь разделять? Да. Я думаю, что это актуально и нужно. А вы сами разделяете мусор? Нет, честно говоря, сам не разделяю. А почему? Ну, как-то не сложилось так. А будете? Да, обязательно буду. Появились такие контейнеры в 50 дворах Архангельска. Вопрос, а куда содержимое будут отправлять дальше? Все раздельно собранные отходы будут направлены на переработку. Ни один из контейнеров не попадет в общий мусоровоз и содержимое этих контейнеров не будет отправлено на полигон. Сухой мусор будет вывозиться на предприятия Архангельска, которые займутся переработкой «Спектр плюс» или «Ремейк». Общий объем сортировки и обработки отходов должен быть не меньше 50%. То есть мы должны прийти к показателям тому, что более значительная часть тех отходов, которые образуются на территории Архангельской области, не должны попадать на полигоны и должны быть использованы во вторичном переработке. Всего в городе установлено 110 контейнеров. В дальнейшем рекоператоры и правительство области планируют разместить дополнительные баки. После на сайте рекоператора появится карта с указанием всех точек сбора РСО. Александр Богданович, Евгений Зыков, Регион 29. В 30-й школе Архангельска большая премьера. Ученики увидели фильм «Соловецкая школа Юнг». Презентовал его лично министр образования Олег Русинов. Он, кстати, выпускник 30-й школы. Авторы 25-минутной картины – наши земляки из творческого объединения «Хорошие люди». Они попытались в несколько другом формате, в другой форме подать эти события, рассчитывая действительно на подрастающее поколение. Они несколько иначе воспринимают то, что происходит, то, что происходило. Но, наверное, есть такие моменты в истории нашей страны, где позиции взрослых и подрастающего поколения молодежи должны совпадать. Потому что это история нашей страны. Важная часть фильма – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, выпускников Соловецкой школы Юнг. Их интервью, записанные в разное время, легли в основу кино. Фильм очень интересный. Он достаточно подробно рассказывает о создании школы Юнг, о испытаниях, которых ему приходилось преодолевать. Знать о войне, именно о истории своей страны – это очень здорово. Но когда ты смотришь фильмы именно про свой регион, это гораздо более впечатляет. Кстати, воплотить в жизнь творческие планы помогала даже киноконцерн «Мосфильм», предоставив часть реквизита. Киноленту о героических подвигах Юнг могут увидеть и другие школьники Поморья. В ближайшее время фильм передадут всем учебным заведениям области. Те, кто покоряет киберарену, стами стали жертвами цифрового беспредела. Сообщество Федерации киберспорта Архангельской области было взломано. Кем и как, расскажет Александр Богданович, заодно просветит, как обезопасить себя в виртуальном мире. Киберспорт – это уже не будущее, а настоящее во всех его проявлениях, в том числе цифровая грамотность. В Архангельске ее осваивают уже более двух лет. Киберарена Дома молодежи открыта в том числе для пользователей почтенного возраста. И сегодня они особо переживают за случившееся. Страничка в сети Федерации киберспорта Архангельской области оказалась в руках злоумышленников. После того, как у нас произошел захват группы, ее непристойно переименовали. Она называлась Федерация киберспорта Архангельской области и переименовали ее Федерацию девственников. В связи с тем, что мы ведем проекты как для детей, так и для лиц пожилого возраста, конечно, мы получили волну негодований, волну вопросов, что произошло, что случилось, почему переименовали группу и куда вы вообще делись. В числе руководителей сообщества было четыре человека, но один из них, как раз основатель группы, отошел от дел. По непонятным мотивам удалив всех товарищей из списка администраторов и переделав направленность группы. Инцидент тем обиднее, что паблик велся на грантовые средства. Конечно, удалось сделать скриншоты всей важной информации и постов, но сама группа навсегда пала жертвой кибербуллинга. Более того, многие материалы, образовательные материалы, которые были у нас в рамках проекта отсняты, это почти 30 роликов образовательных, множество статьи известных игроков, судей, они были именно опубликованы там. Группа сама была одной из самых больших в России некоммерческих киберспортивных групп. Казалось бы, ситуацию мог спасти стол переговоров или обращения в полицию, но покорители киберарены решили быть гуманнее и оставить случившееся на совести теперь уже бывшего товарища. Но пример показателен. Эксперты, анализируя ситуацию, видят, как ни парадоксально, прорехи в цифровой грамотности. Надо понимать, кто администрирует группу, кто имеет допуск информации, кто имеет право размещать информацию, как это все согласуется. Различные способы смены паролей, взаимодействия в группе в плане обновления информации, ну и так далее и тому подобное. Ну, в том числе и, конечно, заорганизационные вопросы. То есть, если группа ведется несколькими людьми, то определенная договоренность должна быть, у кого есть права, чтобы не было такого, что получился разлад в группе, например, и кто-то отключил других участников группы, может быть, поменял какую-то информацию. Еще варианты. Сообщить о фактах кибербуллинга провайдерам услуг, а также обеспечить защитой пароли не только на компьютере, но и мобильных устройствах. Наступив на эти грабли, Федерация компьютерного спорта сделала новый паблик, в надежде, что по адресу, который вы видите на экране, подписчиков больше не будут ждать неприятные сюрпризы. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. Сочетание бизнес-решений и стремление помочь обществу. Так, очень кратко можно сказать о социальном предпринимательстве. Направление относительно новое, но уже набирающее силу. На сегодняшний день статус соцпредпринимателя получили 16 северян. Помогает им Агентство регионального развития. Одна из историй в нашем сюжете. На этом загородном участке мог появиться жилой дом или баня. Но подруги по бизнесу, Екатерина и Полина, решили организовать мастерскую по производству игрушек. Когда мой партнер была в положении, она придумала такую открытку замечательную. Беременная медведица. С этого, собственно, все и началось. Потом оно переросло в очень качественные, красивые грузунки, когда мы захотели для наших детей иметь не зарубежные аналоги, а свои. Забота о здоровом детстве привела к расширению ассортимента. Наши покупатели – это семьи с детьми, которые хотят красивых и качественных игрушек. Вот это у нас такой конструктор-мозаика. Это логическая головоломка для детей, ну, уже, скажем, дошкольного возраста. Вслед за спросом мастерская «Белое море» стала прирастать художниками, швиями, специалистами по дереву. Ремесленники получили доход и возможность реализовать свой творческий потенциал. А сам социальный бизнес получил поддержку Агентства регионального развития Архангельской области – информационную, консультативную, финансовую. Например, пять игрушек сертифицировать стоит 250 тысяч рублей. Агентство, оно как раз поддерживает нас в части софинансирования данных расходов. Помощь будет оказана и в вопросе экспорта. Ведь мастерская «Белое море» планирует выйти на международный уровень. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Регион 29. Это «Автограф дня». Спасибо, что вы с нами. Они помогут нам выбрать самый достойный парк или сквер. Меньше двух недель осталось до завершения регистрации волонтеров. Добровольцы будут участвовать в организации онлайн-голосования. На вооружении, планшеты и телефоны. О других особенностях в нашем репортаже. В апреле этого года стартует большая кампания по онлайн-голосованию. Северяне выберут территории, которые в 2022 году благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Для этого создана единая платформа Минстроя «Диалог регионы». Проекты Архангельской области будут загружены в ее региональном сегменте – 29.городсреда.ру. При всем удобстве наверняка останутся вопросы. Ответить на них помогут добровольцы. Набор волонтеров уже стартовал. Мы всегда хотим, чтобы наш город был намного красивее, чтобы было больше площадок для прогулок с семьей, с друзьями и так далее. И много запросов таких поступают в любых муниципальных образованиях. Поэтому такое голосование, мне кажется, очень важно, особенно за территорию и за дизайн проекта. Задача волонтеров – информирование о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Благодаря добровольцам можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона. Непосредственно само голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Принять участие может любой желающий от 14 лет. Волонтеры будут работать в торговых центрах, учреждениях культуры и общественных местах. У волонтера будет мобильное устройство, либо телефон, либо планшет. Он будет в брондированной толстовке. И то есть его можно будет сразу увидеть в толпе. К нему можно будет подойти и через приложение оставить свой голос. Можно будет либо через госуслуги зайти в приложение, либо по номеру телефона вам приходит смс. Вы регистрируетесь в приложении и оставляете свой голос за территорию. Чтобы стать частью команды волонтерского движения и изменить облик своего города, необходимо зарегистрироваться на сайте добро.ру. Напомню, всего от нашего региона для голосования будут представлены 55 общественных территорий из 13 районов области. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Регион 29. «Жемчужины русского севера» – новая юбилейная программа нашего государственного народного хора. Этой весной знаменитый коллектив отметит свой 95-й день рождения. На предпоказе побывала моя коллега Кристина Грищенко. История северного русского народного хора началась в 1926 году. За 95 лет песенный коллектив прошел большой творческий путь и стал настоящей «Жемчужиной русского севера». Такое название получила программа, приуроченная к юбилею. И не случайно хор называют «Жемчужиной русского севера». То есть он должен и в пене отражать ту красоту внутреннюю, которая передается через песню, в основном, это, конечно, женское начало. И фактически мы от этого не отходим, не отступаем. И та пластика, то музыкальное звучание, которое есть в хоре, оно по-прежнему остается. К новой программе участники хора готовились год. Услышим песни Поворского побережья, увидим хоровые номера с авторскими отработками и новые танцевальные. Коллективы поднимались архивы, изучалась история. И были постоянные репетиции. Даже пандемия не стала помехой. Потом удаленная работа велась. Артистам выдавались задания. Они учили партии дома, сдавали все по видео. Потом пришли, все собрали, начали репетировать. И в итоге получился танец. Зрители, я думаю, его оценят. Большое внимание было уделено и нарядам артистов. Для постановки пришлось шить 200 костюмов и 140 главных уборов. Изюминка каждого, конечно, «Жемчуг». И мы теперь можем порадовать зрителей тем, что в нашем костюмином цехе есть костюмы, которые полностью передают дух 19 века именно Архангельской губернии. Создавалась программа на средства президентского гранта. Кроме того, постоянную поддержку оказывало Министерство культуры Архангельской области. Конечно же, я хочу заверить, что Министерство культуры Архангельской области было, есть и останется надежной опорой развития этого коллектива и сделает все для поддержки нашего уважаемого учреждения. Премьерную постановку Северного хора можно будет увидеть 15 марта в Драмтеатре. В планах гастрольные туры по Архангельской области. Кристина Грищенко, Александр Кузнецов, Регион 29. Рев моторов и золото кубков. На Водвинске прошли соревнования по зимнему картингу. Три десятка спортсменов, самому юному 5 лет. Артемий Заварзе на ходе гонки и результатах. Совсем маленькие участники готовы к большим скоростям. Шестеро смелых покоряют трассу Кубка Архангельского речного порта по зимнему картингу. Самому юному любителю картинга 5 лет. Трасса с крутыми виражами стадиона «Мотор» многим знакома. Кто-то из ребят здесь уже во второй раз. Как, например, номер 95 Ратмир Трофименко. С папой занимаемся картингом. Ко всем соревнованиям мы готовим. Карт сегодня я гонял на новом картинге. Участие приняли 30 спортсменов из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Ограничений по возрасту нет. Заезды в четырех классах. Итоги подводили по результатам трех стартов. Два лучших шли в зачет. Многое, конечно, зависело от подготовки и техники. Механик у нас подготавливает карты и также тренируемся. Уезжаем на картодромы, на открытые. У нас участвует три ребенка на маленьких картах. И один взрослый уже на «Ротаксе» ездит в классе «Ротакс». Учебно-тренировочные соревнования на Новодвинском стадионе «Мотор» прошли при поддержке Архангельского речного порта. Победители получили от предприятия призы и сертификаты. По словам партнеров соревнований, зимний картинг – это не только яркие эмоции, но и возможность для профессионального роста юных спортсменов. Считаем необходимым вкладываться в развитие каких-то сфер, в том числе спортивной, поддерживать какие-то команды или соревнования в целом, потому что это все привлекает людей, отвлекает людей от безделья, развлекает людей, собирает людей, дает положительные эмоции. В упорной борьбе в своих классах первые места заняли Артем и Виктор Моторо из Архангельска. Северодвинец Вадим Климцев в открытом классе – золото у новодвинского гонщика Алексея Зурина. Сезон поклонники картинга открыли еще в декабре. Соревнования на Кубок Архангельского речного порта стали второй по счету зимней гонкой. Закрытие сезона пройдет в конце марта. Главное, чтобы погода не подвела. А уж настроение и жажда новых побед у спортсменов всегда есть. Таким был этот день. Благодарю вас за внимание и прощаюсь. Будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»!